Верно ли, что в этом отрывке – это Евангелие от Матфея, 26, 52 – «Христос защищает пацифизм и осуждает смертную казнь». Я напомню этот отрывок с его контекстом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 51 по 52 стих. «И вот один из бывших с Иисусом, простерша руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Это 26 глава Евангелия от Матфея. На самом деле здесь речь идет о чем-то очень конкретном. Вот конкретно об этом случае. Блаженный Августин, например, настаивал на том, что, в принципе, участие христиан в войне законно при выполнении некоторых условий. Во-первых, война должна преследовать справедливые цели, цели установления правосудия и пресечения беззакония. Во-вторых, по Августину, воюющие должны исходить из христианских мотивов любви к ближнему. Даже врагов своих обязаны они любить и стремиться к их исправлению и спасению их душ, считая христианскую любовь понятием чисто духовным. В-третьих, по Августину, война должна вестись под руководством законных властителей. Никто не имеет права обнажать меч по собственной воле без предписания государственной власти. И в-четвертых, по Августину, методы ведения войны должны быть милосердны. Воины не должны заниматься грабежами и поджогами, устраивать резню, то, что сейчас называется организованный геноцид. И в-пятых, в войне не должны участвовать духовные лица, потому что духовные лица, по определению, они занимают нейтралитет, так как порой им приходится окормлять и ту, и другую сторону. Я сталкивался с этим во время военного конфликта в Приднестровье. Я посещал Приднестровскую Молдавскую Республику. И там с одной стороны были православные, с другой стороны были православные. Я окормлял и тех, и других. И для меня было дорого то, что когда той стороне заявляли, что к ним идет священник, то договаривалась, и та, и другая сторона, целых три часа, никакой стрельбы не будет, пока батюшка не вернется назад. И я благодарен Богу за те перерывы в войне, которые по моей немощи как-то возникали. Современные экзегеты обращают внимание на следующий контекст. Во-первых, Писание не учит полному пацифизму. Напротив, Авраама благословил Бог Всевышний. Смотрите, Бытие 14.19. Господь его благословил вести военные действия. Тогда Авраам участвовал в войне против несправедливого нападения царей, которые пленили его племянника Лота. В Священном Писании даже содержатся законы ведения войны. Например, дается текст молитвы, какими словами священник должен благословлять солдат на войну. Это мы находим в Слове Божьем. Как осаждать город, тоже такие законы даются. Но самое интересное в библейских законах ведения войны, когда войско подходит к вражескому городу, с чего они должны начать? По закону Божию они должны предложить этим людям мир. Если люди принимают мир, то военные действия они и не начнутся. Мы видим в книге «Деяния святых апостолов», что были благочестивые воины. Они так и называются – благочестивые, богобоязненные люди. В послании к римлянам 13 глава с 1 по 4 стих говорится о том, что начальник носит меч, он имеет на это право, он имеет его право применять. И все это вполне законно. Таким образом, то, что происходило непосредственно в Гефсиманском саду, тут надо обратить внимание на слова Христа, когда он говорит Петру, неужели ты думаешь, я не могу молить Отца, и Он не пошлет мне две тысячи ангелов, два легиона ангелов. И тем самым Христос показывает, что те страдания, на которые он шел, это были страдания добровольные. И Петр смирился. А тот ущерб, который Петр нанес рабу по имени Малх, он отсек ему ухо. Христос исцелил это ухо, оно стало здоровым, и претензий уже не было к Петру. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok